Традиционно зима – это не только искрящиеся снежинки и легкий морозец, но и сезон повышенной опасности. Лед над головой, лед под ногами. Устоять сложно. Дороги и тротуары областного центра посыпают ежедневно, как правило, ночью. Но в МУП СЖХ, рассказывают, могут экстренно выехать на место и днем, по сигналу от управления благоустройства. Город условно разделен на шесть маршрутов, в которые входят 106 крупных пешеходных улиц. Каждую из них в обязательном порядке очищают и посыпают. Ну не, быстро, в зависимости от расстояния улицы. Какая улица? Если длинная улица, час-полтора. Но даже обработанный коммунальщиками тротуар таит в себе опасность. По статистике, доля уличных травм в зимнее время в целом в 2-3 раза выше, чем летом. Главная причина – спешка и невнимательность пешеходов. Может свалить с ног и неудобная обувь. Гололед ошибок не прощает. Любая халатность может выйти боком. В прямом смысле. В Ивановском травмопункте сейчас сравнительно спокойно. Ажиотажа нет. Но врачи рассказывают, бывает, что к ним после близкого знакомства с тротуаром обращаются до 100 человек в день. Вот уж действительно эпидемия. В рейтинге зимних увечий на первом месте ушибы. Все-таки зимняя одежда смягчает падение. Но не спасает, смотря как упасть. Часто также повреждается лучезапясный сустав, там, где кости все-таки уже ломаются. Также коленный, голеностопный сустав, тоже и переломы, и ушибы, и повреждения связочного аппарата этих суставов. Особенно опасны падения для людей пожилого возраста, поскольку кости уже более хрупкие. И достаточно часто возникают уже переломы. Более тяжелые переломы, в том числе крупных костей, шейки, бедра. Как защитить себя от зимних увечий? Универсального рецепта нет. Это, как говорится, дело случая. Главное, о чем стоит помнить, нельзя надеяться на коммунальные службы. Только осторожность поможет перезимовать без несчастных случаев. Наталья Гутарина, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ Иваново. Продолжение следует...